Сегодня мы рассмотрим основные отраслевые тренды. Пробежимся по государственным инициативам цифровой экономики и импортозамещений. Одним словом, много всего интересного. Вы готовы? Продолжение следует... 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 Вот давайте сегодня поговорим и разберемся, какова же роль цифровых технологий в том, как будет меняться наша жизнь в ближайшее время. Итак, мы начинаем. Ну и разрешите представить вам участников первой пленарной сессии. Максут Шадаев, министр цифрового развития связи и массовой коммуникации Российской Федерации. Артем Шейкин, сенат Российской Федерации. Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта Российской Федерации. Василий Шпак, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации. Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства. Николай Асаул, гендиректор ГУБ Мосгортранс. Тимбот Кирепов, генеральный директор Яндекс.Доставки в России. Антон Мацкевич, замгендиректора ПАО Аэрофлот. Борис Нуралиев, основатель компании 1С. Сергей Благодаренко, генеральный директор АНО Цифровая Экономика. Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Госкорпорации Росатом. Дмитрий Суровец, вице-президент транспортной группы ФЕСКО. И Евгений Чаркин, замгендиректора ОАО РЖД. Пожалуйста, занимайте ваши места и мы начнём. Ну, перед тем, как приступить к нашей сессии, я хочу озвучить, что сегодня нам с Сергеем помогает наш искусственный интеллект, вы его уже слышали. Её зовут Тамара. Нас сегодня очень много, поэтому, чтобы ни для никого не было неожиданности, Тамара будет напоминать нам о тайне. Вот так. Чтобы мы разошлись немножко раньше полуноча. Есть регламент. Ну, в общем, мы поняли. В этом году мы впервые собрали на площадке представителей правительства, профильного бизнеса и экспертов из России и дружественных стран, чтобы обсудить цифровое развитие транспортных отраслей и логистики. Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 30-го года. И сфера транспорта и логистики сегодня в числе лидеров цифровизации. От качества цифровых транспортно-логистических платформ и сервисов напрямую зависит конкретно способность российских компаний, комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Уже сейчас мы видим всё больше положительных эффектов от цифровизации транспортного сектора. Благодаря спутниковым системам мониторинга транспорта GPS-ГЛОНАСС снижаются затраты на потребление топлива, повышается производительность труда водителей. Отечественные цифровые решения позволили в кратчайшие сроки перестроить транспортные потоки и наладить новые логистические цепочки. Отрасль успешно решает задачу про импортозамещение. Для этого созданы четыре индустриальных центра компетенции, которые реализуют 18 проектов на сумму более 19 млрд рублей. Запущена государственная информационная система по оформлению электронных перевозочных документов. Также начала работу ещё одна в ГИС – такси. Идёт активный переход от ростовых систем на единую платформу Гостех. Последовательно расширяется перечень цифровых транспортных услуг для граждан. 31 из них уже доступна на портале ГОС-услуг. Серьёзные успехи достигнуты в сфере внедрения беспилотного транспорта. На магистрале М-11 «Нива» дан старт коммерческому движению беспилотных грузовиков по маршруту Москва-Санкт-Петербург. К 30-му году общая протяжённость беспилотных коридоров в стране должна составить не менее 19,5 тысяч километров. Дорогие друзья, сегодня перед нами стоят действительно масштабные задачи. Их решение внесёт значительный вклад в достижение технологического суверенитета нашей страны. Я желаю всем участникам форума интересных и благотворных дискуссий, продуктивных работ и перспективных проектов. Большая экономика данная. Да, спасибо. Ну да, мы с себя иначе разделились. Он был в Китае, а я к вам. Поэтому, вообще, честно говоря, никто не помнит, но, наверное, Министерство цифр и Министерство транспорта самые близкие министерства вообще, потому что в 2003 году нас даже объединили на несколько месяцев, и было единое Министерство транспортной связи и информационной технологии. К тому, что мы очень в этом смысле комплементарны. Я хочу сказать так, в целом, значит, Дмитрий Клачев сказал, что отрасль транспорта так незаметно-незаметно оказалась в числе лидеров по уровню внедрения цифровых решений, причем почти по всем направлениям, то есть не только в части импортозамещения, но и в части новых передовых разработок. И в этом смысле, конечно, между нашими министерствами происходит очень такая хорошая коллаборация, как мы говорим, потому что Министерство транспорта первым берет все наши новые разработки. Мы обсуждаем сейчас электронные перевозочные документы, там мы внедряем ГУС ключ. В общем, активно поддерживаем введение обязательности перехода бизнеса на обмен документами в электронной виде. Значит, в прошлом году мы запустили индустриальный центр компетенции, призванной, значит, соединить бизнес и разработчиков отрасльных решений. У Министерства транспорта, по-моему, 18 проектов поддержано. Когда бизнес, причем большая часть проектов, мне кажется, даже не без прямой государственной поддержки, компании взяли на себя ответственность развивать и внедряли в себя передовые технологии. И мы видим, что, например, там у нас авиакомпании перешли на российский систем бронирования. Но это реально очень круто. Я думаю, в таком масштабе, за такое короткое время, это вообще прецедентная история. Да, безусловно, как мы говорим, никогда большие объявления не бывают без каких-то технических сложностей, накладок. Но, в общем, сейчас это уже работающие системы, которые позволили полностью заменить зарубежные системы бронирования. Причем в России у нас две системы, это конкурентный рынок. Это тоже очень хорошо. Система, мы даже обсуждаем, там, система мена сообщениями внутри авиационной отрасли, значит, обсуждаем. Там, вроде, казалось бы, такая простая история управления багажом, значит, розыск пропавшего багажа. Но это очень критичная история для клиентов авиакомпании. Здесь тоже есть российское решение, которое внедряется. Вот. На стендах мы видели классные примеры цифровизации логистики. Да, ФЕСК вообще отличный классный кейс, цифровой двойник порта, который позволяет полностью оптимизировать взаимодействия, в том числе, значит, бизнеса и контрольных органов, для того, чтобы максимально быстро обеспечить пропуск грузов. Это тоже, я считаю, классные примеры, которые могут стать основой для создания такой национальной платформы. Такая цель у нас стоит вместе с Нейтрансом, в общем, на следующие несколько лет запустить большую национальную платформу в сфере логистики, которая позволит всем участникам рынка обеспечить бесшовный обмен. Ну, про беспилотники не буду говорить и на дорогах, и в воздухе. В общем, здесь огромные планы уже есть, чем можно гордиться. Вот, и здесь мы вместе с Нейтрансом будем вводить обязательные стандарты инфраструктурные для дорог, автомобильные для общего. Сразу при строительстве и реконструкции дорог будем закладывать всю умную инфраструктуру, чтобы, так сказать, все новые дороги были сразу умными, интеллектуальными, могли поддерживать работу в таком режиме. Ну, и вместе с Нейтрансом мы идем по пути платформизации. То есть, понятно, что это сейчас такой последний тренд. У нас это называется государственная платформа гостех, для того, чтобы обеспечить выравнивание ситуации внутри региональных органов власти, муниципальных органов власти, перевозчиков, которые работают с государственными пассажирскими перевозками, там, не знаю, утилизация мусора, там, скорая помощь. Вот, в этом смысле мы вместе с Нейтрансом будем строить большую платформу, которая позволит нам обеспечить облачные сервисы для всех участников, которые работают в регулированном государственном сегменте. Поэтому хочу, я такого представительного набора участников на сцене не видел, поэтому, значит, это тоже, наверное... И вообще форумы, это очень хорошая прецедентная история, потому что, наверное, у нас ни в одной области не было такого глубокого погружения, интеллекта, как мы говорим, в процессе цифровизации конкретно отраслевых предприятий. Вот, поэтому я думаю, что это очень хорошая практика, давайте я ее сделаю обязательно регулярной. Вот, я с своей стороны обещаю каждый раз приходить. Спасибо большое. То есть, спасибо, что вы не могли привести то же самое, что вы сейчас сказали, с отраслевого на пользовательский язык. Что получат автомобилисты, пассажиры от всех тех новаций, о которых речь? Ну, мне кажется, что главное мобильность, комфорт, ну, то есть, как для пассажиров, так и для, значит, тех, кто ездит, вот, и снижение рутина, и безопасность. Вот, мне кажется, таких четыре главных принципа, вот, они у нас, кстати, вот, как приоритетные принципы, были заложены в основу проекта программы национальной экономической данной, собственно, поэтому мы все, что делаем, исходим из того, что их должно быть, там, должны быстрее перемещаться, комфортнее перемещаться, безопасность должна быть лучше, ну, и, собственно, должно для бизнеса быть экономически эффективно, значит, все процессы внутри отрасли, поэтому, исходя из этих четырех принципов, мы строим нашу работу. Дешевые билеты – это хорошо, это мы любим. Коллеги, и я пользуюсь возможностью, я не могу не сказать, потому что Медцифрой в этом году первый раз, значит, провел национальный чемпионат победы роботов, такая классная жрунка, кто, значит, не знает, посмотрите, в ВК есть соответствующий, там, паблик, битва роботов, значит, там, миллионы просмотров, вот у нас в субботу был финал, значит, первое место стала команда из Китая, вторая из Индии, а на третьем месте команда из Российского университета транспорта, поэтому называется турборнехатроник, это очень классная команда, это робот, мы сегодня 23, в общем, прошел горнило всех промышленных отборов, и, в общем, очень достойно выделил на фоне достаточно продвинутых наших международных участников, так что поздравляю команду университета. Спасибо, прийти с нами в зале, поэтому мы будем ждать. У вас немножко внимания, потому что мы готовились к этому форуму, и, в принципе, все, кто сегодня сидят в президиуме, участвовали как раз-таки также в создании этого отчета. Мы ассоциация, которая объединяет ключевых игроков рынка в области транспорта и логистики, мы работаем более четырех лет на рынке, уже за это время успели поучаствовать в формировании стратегии цифровой Минтранс, открытие беспилотного движения на М11, формирование основ государственной системы электронных перевозченных документов, и сейчас именно на площадке нашей ассоциации ведется обсуждение формирования платформы национально-транспортно-логистической, и сегодня мы еще об этом поговорим. Как экспертная площадка мы решили подготовить отчет об основных трендах цифровой трансформации транспортной отрасли. Отчет, конечно, не претендует на абсолютную полноту, но все-таки он дает качественную картину. Я отмечу, что российские цифровые тренды в целом такие же, как и мировые, но у нас есть несколько национальных спецификов, это импортозамещение и цифровизация льготного проезда, и еще есть два мегатренда следующих лет, которые обозначу, это электронные перевозочные документы и платформа цифровизации пассажирских перевозок. Все вот эти два направления создают базис для создания нового подхода и вообще в целом цифровых инициатив. В 2023 году на базе двух этих мегатрендов обозначилось создание двух цифровых платформ, две национальные цифровые платформы, национально-транспортно-логистическая грузовая платформа и цифровая платформа мониторинга перевозок пассажиров городским общественным транспортом. Естественно, они все создаются на базе лучших цифровых IT-решений. Что хочу сказать? Участники форума могут ознакомиться в печатной версии с этим отчетом, а поскольку ассоциация-то у нас цифровая, вот этот QR-код, который можно отсканировать, мы его разместили также на сайте форума и на сайте ассоциации цифрового транспорта-логистика. Думаю, что поскольку у нас такая и B2B, все-таки здесь собралась аудитория, это будет всем интересно. Что от этих трендов опять-таки людям? Сергей, ну смотрите, вообще все, что мы делаем по цифровизации транспорта, но в целом для людей, для удобства, скорости. Поэтому вот обозначила две эти платформы, зачем они, собственно, нужны. Для людей это удобство и комфорт, для бизнеса это простота использования и скорость, для государства это прозрачность всех процессов, которые, собственно, делают бизнес при общении с государством. Поэтому я думаю, что в следующем году мы еще об этом обязательно поговорим, будем рассказывать о конкретных сервисах. И я хочу сказать, слушайте, у нас сегодня зарегистрировалось 2400 человек. Это, конечно, для первого форума действительно очень большая цифра. Ну так вот, я хочу сказать, что именно на мультимодальные грузовые перевозки и пассажирский, мониторинг пассажирского транспорта зарегистрировалось больше всего людей. Это означает, что это и есть два мегатренда, которые мы сегодня тоже в рамках форума обсудим. Спасибо. Полина Михайловна, слышно? Так, уважаемые дорогие друзья, гости, в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за то, что все-таки смогли мы стартануть с этой площадкой. Очень все, с моей точки зрения, симпатично. Спасибо всем участникам в зале, очень большое количество. Сколько зал вмещается? 650. Ну, мне кажется, мало того, что мест нет сидячих, так я еще смотрю по контуру, кто-то стоит. Поэтому спасибо вам всем огромное, что нашли время и желание сегодня быть с нами, обсуждать нашу повестку. И последнего, кого хотел бы поблагодарить, это участников. Ваксут Игоревич огромное спасибо, потому что я точно знаю, что вчера многие студенты в своих чатах обсуждали, будет, не будет, приедет, не приедет. Я, честно говоря, Ваксут Игоревича мучил до глубокой ночи, он говорит, ладно, достал ты меня баканок, приедет. И вот он сегодня здесь с нами. Ну, понимаете, цифровая повестка без министра цифрового развития, как-то, наверное, было бы не так сочно, как оно есть. Теперь по тем основным проектам, которые удалось за последний год реализовать, время ограничено, я помню, на рекламе, поэтому коротко про все рассказать не смогу, но отдам вот статистику о первоочередной. Первый – это сфера такси. Таксомоторная отрасль не регулировалась последние 12 лет. Последний раз в первое законодательство не менялось в 2000 годах. Это вопрос, который касается 20 миллионов граждан, которые ежегодно пользуются данным видом услуг. То бишь, это и социальная значимость, и широкое проникновение. Я бы хотел поблагодарить три структуры, которые, ну, понятно, участвовали в Минтранс, и законодатель, и Минцитра, но вот три структуры, которые действительно очень критично к процессу подошли. Первая – это Москву, Дептранс. Почему? Потому что они первые, кто реализовал аналогичный проект, который назывался Кесарт, и мы заимствовали ряд решений у них. Второй, кого хотел поблагодарить, это Яндекс, потому что они очень критично относились с самого первого дня к реализации федеральной системы, потому что они боялись, что мы полезем на поляну, будем несколько отнимать хлеб у бизнеса. И там, и ТЗ, и все стадии реализации под их чутким контролем были, как рынка. И третий – это Горшкова Дмитрия, ситуационно-информационный центр Минтранса, поскольку они взяли на себя смелость создавать этот ГИС и отрабатывать со всеми. Я сейчас просто приведу статистику. Все 453 тысячи такси, которые мы считали существуют и легально работают в стране, все доедино сейчас в ГИС-такси. Помимо этого, 70 тысяч перевозчиков и 900 агрегаторов такси. Только вдумайтесь в это цифры. Про 20 миллионов пользователей ежегодно сказал дальше. Поверх этого ГИСа Минцифры реализовало 12 государственных услуг. Основные из них, конечно, связаны с продлением лицензии, выдачей лицензии, при становлении. Но тем не менее, 12 государственных услуг, которых было запрошено с момента старта системы, мы с 1 сентября запустили, более 50 тысяч. И вот последняя цифра на самом деле. Ежемесячно 867 тысяч граждан России заходят через QR-код, садясь в такси, чтобы проверить легальность того педагогика, с которым они ездят. 800 без малого миллион человек ежемесячно проверяют таким образом. То есть это дополнительные меры безопасности. Поэтому не могут упомянуть проект от проекта. Второе направление, о котором я хотел бы упомянуть, уже много о нем сказано, это механизм индустриальных центров компетенции, который предложил представитель правительства в прошлом году на Цибре. Действительно у Минтранса 18 проектов во общую сумму 19 миллиардов рублей. Про первый широкомасштабный реализованный проект по системе бронирования Максут Игоревич уже рассказал. Действительно у нас система Леонардо Ростеха реализована и система ОРС. То есть у нас действительно конкурентный рынок. И просто для понимания 90 миллионов граждан, покупая свои билеты, воспользовались услугами данных систем. 90 миллионов граждан. Просто вдумайтесь в оборудование системы. Второй проект, который в этом году реализовали в рамках индустриальных центров компетенции, это автоматизированная сервисная платформа для авиаотрасли. Она позволяет всем участникам рынка между собой обмениваться сообщением о том, сколько груза на борт подано, сколько требуется багажа, сколько стюардесс, сколько питания и так далее. В онлайне ботокс общается между собой. И, к сожалению, ну, наверное, уже и к счастью, оба эти проекта реализовывались из-за того, что внешние иностранные вендоры, ну, не очень добросовестно себя повели и в одностороннем порядке прекратили оказывать данного рода услуги на территории Российской Федерации. Понятно, санкционное давление, понятно, все-таки граждане как-то... Ну, это нам сыграло на руку отечественные разработчики. Святое место пусто не бывает, смогли быстро заместить это там. Второе направление, я не буду отнимать хлеб у Ильини Игоревича, это железнодорожная транспорт и логистика. Здесь переход на отечественный стекл-системы Трана и Асуэкспресс. В Итране порядка 5 миллионов документов ежегодно оформляется, ежемесячно оформляется в Асуэкспресс. Там какая-то статистика, несколько сот миллионов по году граждан. Несколько сот миллионов продается билет в Ильиничном партии. Количество поездок посетить железную дорогу, это более миллиарда человек. И все они покупают билеты через Асуэкспресс. То, что вы говорите, более 100 миллионов туда не выследует. Не любит меня Ветя, поправляет каждый раз. Следующее направление, это аэропортовая история. Здесь действительно реализован проект БЭКС-Поезд. Порядка 100 тысяч единиц пассажирских грузов были найдены благодаря реализации этой системы. Первым ее реализовал аэропорт Кольцово. Сейчас используют более 40 аэропортов России. И мы говорим про экспортный потенциал, аэропорты Белоруссии и Армении. Тоже уже это решение у себя имплементировано. Следующее направление, которое крайне важно, с которым мы не создадим национальную цикловую транспортную мистическую платформу, это электронный документ обороны. Действительно, если мы хотим видеть насквозь прослеживаемых грузов, понимать ценнообразование, понимать, какие товарные группы куда перемещаются, нам необходимо полностью отказаться от бумаги в транспортном документ обороте. Для этого многое сделано. 1 сентября прошлого года запущена госинформсистема электронных привозочных документов. Первые документы, которые были в ней размещены, это транспортные накладные. В этом году, с 18 марта, мы дали возможность оформлять путевые листы, тоже в электронном виде. Здесь у нас лидеры по путевым листам Мосгортранс, по транспортным накладным. Это группа компании X5, это первая экспедиционная компания. И, в принципе, обороты мы набираем неплохие по оценке СПЕРа, которую он дал в октябре месяце. Сейчас в электронном виде оформляется 8,6 миллиона. Вроде бы надо будет здесь порадоваться успехом, но я просто напомню, что накладных порядка 3 миллиардов в год оформляется, путевых листов более миллиарда. То бишь, есть над чем работать, и здесь необходимо расширять реализацию проекта. Второй важный элемент – это сделать этот электронный документ обороны о транспорте кросс-одрослевым с другими видами транспорта. Начали мы это с автомобилистов. Сейчас у нас идет эксперимент с ЭТРАНом. ЭТРАН несколько раньше, на пару лет, со своим проектом вышел вперед. И, ну, это ни для кого не новость, но принято законодательство соответствующее, которое позволяет с сентября следующего года оформлять морские речные документы тоже в электронном виде. То бишь, три вида транспорта уже имеют возможность оформлять их в цифровом формате, и мы будем это расширять дальше. Так, что-то я еще не рассказал. Эроглонас. Важный элемент тоже в системе транспортной безопасности, поскольку, вот вдумайтесь в цифру, более 10 миллионов транспортных средств расснащено данной системой. Это экстренное реагирование при аварии. Она позволяет в момент аварии в автоматизированном режиме службу 112 МЧС передать сообщения о чем-то экстренном. Из 10 миллионов 350 тысяч сообщений – это сообщения, которые переданы без участия водителя. То бишь, когда, ну, понимаете, произошла какая-то страшная авария, человек обездвижен, то с датчика в автоматическом режиме в колл-центр передается сигнал СОС. Систему обработало за 8 лет 350 тысяч обращений. То бишь, это 350 тысяч потенциально спрессионных жизней. Колоссальная статистика. Поэтому очень благодарен ребятам за то, что продолжают развивать эту систему. Ну и, Полина, в завершение ты спросил о планах. Плана на самом деле два. Первый связан с пассажирским направлением, а второй с грузовым. По пассажирскому направлению, две недели назад, вот Владислав Игоревич подтвердит, на заседании Гостеха у Дмитрия Николаевича Анашенко было одобрено создание платформы пассажирского гороэлектротранспорта на нашей национальной платформе Гостех, в которую войдут 4 системы. Первая система – это борьба с нелегальными перевозчиками. Вторая система – это субсидирование льготных перевозок. И здесь крайне важно, поскольку у нас сейчас участники СВО, это важная категория граждан, которым необходимо в автоматизированном режиме все льготы предоставлять, и мы над этим работаем. Третья система – это система управления отраслевыми данными, о том, в каком состоянии находится гороэлектротранспорт, какие узлы и агрегаты в какое время придется менять. И последняя система – это федеральная навигационно-информационная система. И здесь за основу мы возьмем аэроглонас, потому что тема уже работает, и к ней будут подключены все транспортные средства, которые лежат в государстве. Ну и по направлению национально-информационной транспортно-информатистической платформы здесь абсолютно верно отметили, с бизнесом совместно с крупными игроками ФЕСКО, Трансконтейнером, Евросибом, ОТЛК-ЭРА, РЖД. Я по очередности не по... А то Евгений Игорь сейчас меня опять поправил, что я с цифрой ошибся. С автомобилистами, с крупными стивидорами формируем перечень сервисов, которые будут реализованы. Основой будет опять же электронный документ наоборот. И Минцифра тоже нам активно помогает те сервисы, которые мы сделаем для бизнеса, максимально приземлить на ту инфраструктуру, которая есть у электронного правительства. Малин, коротко все. Регламент, надеюсь, не до лучшего. Один из общего очень распространенных решений. И мы стремимся к тому, чтобы в программах были встроены сервисы взаимодействия с контрагентами, с государственными системами, с контролирующими органами. И все прямо из-за того окна. То есть виртуальные документы, они сами собой создаются, вправляются. И, конечно, когда они приходят, тоже их система сама раскладывает куда надо. И все в привычном интерфейсе. И, конечно, мы должны следовать законодательству. И, как, собственно, Дмитрий Баканов уже сказал, мы должны поддерживать транспортную отрасль. В этом плане тоже. У меня доклад как раз только про это. Мы с сентября 2020-го участвовали со своим небольшим транспортным цехом, пилотным проектами транспорта по электронным транспортам накладных с сентября 2022-го года. Вот совместно с оператором Калуга-Астрал, Калуга-Астрал, мы дали возможность оформлять КИС и ПД, там три существовало тогда формата документов. И действительно удобно. То есть транспортная накладная создается, вычетные штатные кнопочки, из нее делается электронная транспортная накладная. А в специализированных программах, там управление автотранспортом, там путевой лист создается. И сейчас там уже 15, 6 видов документов, 15 предложений, там очень массово проводилось, бухгалтерия, очень важные ERP, мобильные приложения для водителей есть. И вот в мае 2023-го года, значит, как вот уже упоминался, Москор-Транс в северо-восточном филиале был оформлен первый во вселенной российский электронный путевой лист для выпуска транспортного средства на линию. Преимущества какие? Снижается трудоемкость, собственно, уже говорилось, но еще раз, снижается трудоемкость по организации перевозок, снижается себестоимость документа оборота, повышается точность, меньше ошибок, сокращаются сроки оплаты за перевозку, что довольно важно для дальнейших компаний, контроль процесса перевозок и проверка со стороны, ну, в онлайне, и проверка со стороны государственных органов. Ну и дальше, вот, как, есть для всех, да, то есть и у производителя, у перевозчика, на слайде у дистрибутора, у получателя все это можно выстроить в единую цепочку и получается достаточно эффективно тех, чтобы у нас массово внедрять. Вот, это мой доклад был на самом деле. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а перешли ли вы уже от импортозамещения к импортопережению, как любят говорить на некоторых форумах? Здравствуйте, ну, я по части учетных систем ERP, ну, то, что называлось там комплексной организации, лично мы и так, как бы, и раньше перешли. То есть, а до вот этой спецоперации, до вот этих массовых санкций, еще там IDC, такая международная компания, они в последний раз в 21-м году по мере 20-й год, они 40% в деньгах насчитали нашим именитым очень коллегам САПО и 39,6% почти столько же в деньгах 1С. Но это цена-то разная, и если там рабочие места, 85% рабочих мест, вот новых запускается, комплексная автоматизация не базовая, бухгалтерия, а вот то, что раньше АСО называлось, потом КИС, вот сейчас ERP, да, оно именно на 1С. То есть, мы чему очень гордимся, буквально предмет нашей огромной гордости. И еще, вот, смотри, вот сейчас крупнейшие проекты перед нами стоят, там, вот, Арафлот, РЖД вообще было самое крупное внедрение, самые крупные вот этой международной ERP-системы САПО, теперь, значит, вот посмотрим, как мы должны их заменить, там, ну, наверное, крупнее только вот проект казначейства по федеральной автоматизации общей культуры, вот, 1С-овский. То есть, да, может, не хуже, но уже, я так считаю. Спасибо большое. Ну, давайте по порядку. Чтобы ответить на частный вопрос, сначала пару слов об общем. Очень интересное время живем, и не только происходит у нас транспортация, но и в целом происходит глобальная трансформация, она буквально во всем. Это и смена экономической модели, гегемония доллара настал конец, и все институты. Сразу мировая за кулисой меня поправила. А все из-за того, что не отечественное оборудование, как это заглядится. Вот. С другой стороны, технологический переход, сфровые технологии стремительно оборвались в нашу жизнь, и очень быстро ее меняют. Социальная сфера меняется очень сильно, очень сильное расслоение между богатыми, между бедными. Это и в каждом государстве происходит в мире, это проблема северо-юга, относительно богатый север, бедный юг. Из-за этого гигантские изменения, с точки зрения передвижения огромных человеческих масс, грандские потоки. Находясь внутри, это сложно оценить масштаб всего происходящего, но с точки зрения исторических перспективы наши потомки сможет оценить, в какое интересное время мы с вами живем. Ну и, конечно, технологический переход. Цифра все поменяла, поменяла достаточно серьезно. Это касается экономики, новые модели, производства, промышленности, транспорта, мы сегодня слышали про платформы, в экономике в целом, в финансах в целом. Цифра меняет социальную сферу. Наши дети, наши внуки общаются совсем не так, как общались мы. У них все происходит в смартфоне, в планшете, а не на улице и подворотниках у нас, а в подъездах, да, и в подвалах. Ну, все по-разному, наверное. Политика. Меняется карта мировая. Мы тоже, может быть, не отдаем себе отчет, что происходит. Но в Европе границы, де-факт, уже меняются, и в том числе не без нашей помощи. Активно ведет разговоры о создании двух государственных территорий современного Израиля, с точки зрения Палестины. И это только все началось. Этот ящичек только открылся. Дальше все это будет нарастать. И в Европе процесс не конечный. Мы видим там, как меняться будут границы. И Ближний Восток, и Дальний Восток, и Юго-Восточная Азия. То есть, все пришло в движение. Но основа этого движения, это трафик. И трафик информационный. А за информационным трафиком идут потоки людей, товаров, грузов. В этом меняющемся мире необходимо найти свое место. И Россия, благодаря своей территории, как раз и должна стать тем стержнем, вокруг которого этот новый мир будет образовываться. Это сейчас и происходит. Благодаря решениям президента, в этой политике, которую он ведет, мы становимся осью вокруг, которая начинает все крутиться. А связующим с вином, для этого, для всего, как раз является транспортная логистика. Истори наших государств возникало всегда на пересечении торговых путей. Мы все это знаете, да, изварят греки, шелковый путь, который тоже проходил по территории нашей страны. И этот новый мир, он тоже будет возникать именно благодаря новым транспортно-логистическим потокам. И поэтому транспорт, это важно не только с точки зрения, как рынок для российских электронных решений, то есть, чего мы начали. Но транспорт, это важно в целом для формирования нового облика нашего государства, а, соответственно, понимая роль нашего государства, и того нового облика мира, который нас ждет в ближайшем будущем. Теперь, собственно говоря, возвращаясь к микроэлектронике. Достаточно сложная сфера. В процессе производства простой транспортной карты с точки зрения микроэлектронного процесса проходит более двухсот операций. И это все химия, это все материалы, это все прецизионная механика, это оптика, это лазеры, и куча-куча всего, всего лишь одна простая транспортная карта. А если мы пойдем выше, для этого транспортной, по технологическому пределу, транспортной карты нужно считывать, для считывателя нужно сервер, для сервера нужен сот. Так я к чему? Полностью технологического стэка в электронике на своей территории не имеет ни одна страна мира. И в ближайшие несколько десятилетий ни одна страна мира не сможет такой стэк у себя построить. Ни штаб, ни у штатов этого нет. Ни у Китая на сегодня этого нет. Ни в одной стране мира. Для того, чтобы быть суверенным, понимая значимость цифры и информации, необходима своя электроника. Что в безопасности? Что в промышленности? Поэтому нам важно двигаться в этом направлении, но чтобы сэкономить время, двигаться нам придется вместе с кем-то. Поэтому взаимодействие с дружественными странами с точки зрения построения своей технологической платформы, в микроэлектронике, в электронике, в цифре, это очень важное направление. Ну а если, так сказать, уже в частности к вашему вопросу, все у нас будет хорошо, бояться ничего не нужно, перспектива светлая. И если коротко о победах, то они у нас безусловно есть. Потихонечку, вот, про транспортные билеты я начал, потихонечку, как бы, перешли на чипы, на отечественные. То же самое в ближайшее время будет и с другими сферами. Что хотелось бы, о чем хотелось бы сказать, каких планок, что хотелось бы пожелать. Надо понимать грандиозные, стоящие перед нами задачи, перед страной, и, так сказать, роль вместо каждого в решении этой задачи. Надо в себя верить, ничего не бояться, смело идти вперед. А что касается нашего взаимодействия с Минтрансом, для нас это огромный рынок, и мы очень хотим не подвести наших коллег, им соответствовать и своими усилиями обеспечить решение той важнейшей задачи по связанию сначала нашей страны, а потом всех остальных стран, так сказать, при появлении вот этого самого нового облика меняющегося мира. Спасибо. Вы хотите правильное взаимодействие с Китаем, который стал одним из лидеров микроэлектронного рынка, сейчас с ним у нас активно растет товарооборот, но до какой степени мы должны полагаться на Китай в вопросах поставок микроэлектроники? Все в порядке? Все работает. А если серьезно, то на самом деле остановить вот микроэлектроника это сфера с очень сильным разделением труда. И очень большое количество стран задействовало в этой технологической цепочке. И там все взаимосвязано. Поэтому, несмотря на желание отдельных стран применить санкции, стукнуть кулаком по столу, кому-то что-то куда-то ограничить, это все равно в конечном счете прилетит с самого себя. Поэтому с Китаем у нас отношения в этом смысле выстроены более чем деловые. Коллеги с нами работают, они серьезно продвинулись с точки зрения собственной электроники. И точно совершенно готовы ее экспортировать, ну, конечно, с учетом, так сказать, оценки всех рисков и возможных своих перспектив на международных рынках. Добрый день, уважаемые коллеги. Начну с того, что руководитель Федерального дорожного агентства впервые принимает участие в столь представительном цифровом форуме, поэтому спочинят нас всех. И огромное благодарность организаторам и лично Дмитрию Владимировичу Багану за это приглашение, персональное приглашение важно, важно потому, что действительно дорожная деятельность на сегодняшний день на подъеме. Мы регулярно видим достижения, которые на нашей большой сети, она составляет гораздо больше 60 тысяч километров, это полтора миллиона километров всех дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, до плюс еще сюда и уличнодорожная сеть. Поэтому все, что на сегодняшний день создается, строятся крупные объекты. Вот в этом году в декабре, буквально через два дня наши коллеги из госкомпании Автодор заканчивают глобальнейший проект автодорожный, это дорога Москва-Казани в 12. До Казани уже будет объект реализован. Всем этим, конечно же, надо управлять. И за последнее время, наряду с теми показателями, которые беспрецедентны, на самом деле, ни в одной, вот еще раз скажу эту фразу, ни в одной стране мира нет такой сети по охвату, которая есть в России. Управлять этим, конечно же, надо умело, мы это хотим, и наибольшая составляющая должна уже быть в сервисной сфере, в сервисном направлении клиентноцентричность, так называемая, предоставление нашей дорожной деятельности как услуги. И одно из направлений этой деятельности, конечно, те услуги, государственные услуги, которые федеральное дорожное место оказывает, всего их семь, и хочу сказать, что на сегодняшний день над всеми семью государственными услугами представляем федеральным дорожным и местным пользователям, ведется работа по цифровизации, переходе, оказания в электронном виде этих услуг. Самая массовая и самая значимая услуга, над которой мы вместе с Миницифрой работаем, создаем уже до сегодня витрину данных на платформе Гостеха, это услуга по выдаче специальных разрешений на передвижение по дорогам атотранспортных средств негабаритных и с превышением грузовых показателей. Эта услуга буквально два года назад существовала полностью на бумаге. Она была очень отягощена для пользователей и даже для нас отягощена в части выдачи оказание большое количество судебных издержек, большое количество возврата как результат несвоевременной перемещения этих грузов по стране. Мы на сегодняшний день практически уже почти полностью услугу перевели выдача спецразрешений сократилась с 15 до 9 дней. В перспективе мы хотим выйти на показатели, которые просто будут занимать само время на оформлении услуги и сегодня это делает сам грузопереводчик. Оформляет в электронном виде спецразрешение имея весь набор опций на этой площадке для того, чтобы составить маршрут, описать тип транспортного средства либо прицепа тип груза и осуществить эту перевозку. Один из эффектов, который мы уже в этом году ощутили, в 2021 году 400 спецразрешений было выдано на все перевозки в течение года. Сегодня год не закончился, мы уже выдали через электронную услугу, вернее, скажем так уже, грузоперевозчики получили 900 разрешений, больше, чем в два раза. Это говорит о том, что заинтересованность у бизнеса, у экономики, к этой услуге есть, но надо ее довести до конца и с ней работать. Вторая часть это внутренние сервисы, которые мы переводим на цифровую платформу. Самое главное, конечно, это информационная безопасность. Мы на сегодняшний день из 11 наших систем информационных 10 уже перевели над остальным работой, а я хочу сказать, что информационная система Федерального дорожного агентства это не только центральный аппарат, это 26 подведомственных учреждений по всей стране, от Переменграда до Анадыря и Камчатки, которые на сегодняшний день переводятся на импортозамещенное программное обеспечение. У нас буквально месяц назад закончилась проверка в СТЭКах. Главный вывод информационная безопасность систем Федерального дорожного агентства обеспечена. Дальше над этим работаем. Говорили сегодня про умные дороги, искусственные интелеммы. Мы здесь тоже развиваем собственные сервисы, которые безусловно скажутся на пользователях наших дорог. Сергей сказал, что много ездит. Это очень положительно и приятно слышать. Много сегодня ездят с 2017 года, с момента реализации у нас проекта. В полтора раза выросла интенсивность движения. С 76 миллионов проездов в 2017 году до 136 миллионов проездов в 2022 году. чтобы больше и больше люди ездят и наша главная задача обеспечить безопасность дорожного движения. Мы ведем сейчас опытный такой проект по созданию системы на основе искусственного интеллекта, как проектировать безопасность дорожного движения. 2000 километров дорог на М7 Волга и на 239-й дороге, так называемый Оренбургский тракт, мы сегодня оцифровали и моделируем различные ситуации связанные с безопасностью дорожного движения. Как это скажется потом на пользователях именно на аварийности. Побольше света, побольше или поменьше может быть наоборот технических средств организации дорожного движения, убрать светофоры, добавить светофоры, убрать пересечения, добавить пересечения. Это все должно нам дать возможность моделировать эту ситуацию до возникновения аварийной ситуаций и различных транспортных коллапсов. Хочу сказать, что как администратор я не могу этого не сказать, потому что мы на сегодняшний день активно участвуем во всей программе связанной с цифровой трансформацией и 60 фаилов оцениваются. Большое спасибо Максу Игоревичу за то, что мы в этой оценке федеральной дорожной оценки занимаем твердо находимся в первой десятке. Мы и дальше будем развиваться и все, что связано с передвижением по нашим дорогам, оно возможно эффективно только с использованием цифровых платформ. Это четко намерен сегодняшний день поднимается. Спасибо. Спасибо большое поздравление за плачь и выступить. Я первый раз вступаю в сессию и с одного края не видно другого края соответственно выступающего. Это такая масштабность наших наших людей. Кстати, Сергей, вот вы сказали, что неочевидна корреляция между качеством уборки наших платформ и цифровизацией. Она точно есть. Мы сейчас совместно с коллегами из Росатом активно развиваем сервис мониторинга и состояния инфраструктуры с помощью мобильных устройств и средств видеоналитики. Поэтому есть абсолютно прямая корреляция в том числе и на будущее. Для нас на прошлой неделе состоялось важнейшее событие. Это четвертый железнодорожный съезд. Он проходит раз в 6 лет. И президент страны высоко оценил работу в компании. В частности он сказал, что сегодня железные дороги России это мощный высокотехнологичный комплекс. Один из флагманов нашей экономики по внедрению инноваций цифровых решений. При этом упор делается именно на отечественные разработки использования российского обеспечения. Для нас это очень серьезная с одной стороны оценка со стороны главы государства, с другой стороны аванс на будущее. И конечно много что было сделано и если говорить про работу с нашими пассажирами то сейчас формально три четверти билетов продаются в электронном виде. Почему формально? Если посмотреть остальную часть то это кассы которые реализованы на цифровой платформе отечественной который позволяет пассажиру приобрести билет не только на поезд но и на другие виды транспорта в кассе а в будущем это будет и заказ экскурсии тура то есть наш проект связан с туризмом а пассажир получает в качестве памятника действительно чек как в пригородном сообщении но по сути это тоже цифровой цифровой билет поэтому здесь такое оно условное условное разделение Вы сказали про госуслуги про интеграцию с государственной экосистемой при этом очень важная работа для нас была огромная работа совместно с коллегами из Минцифры из пенсионного фонда это интеграция с государственной системой для того чтобы льготные категории граждан не нуждались в том чтобы получать бумажную справку для приобретения льготного билета сейчас все делается в электронном виде для нас это еще важный очень важный тренд грузоотправители пока нас уже сказал про интеграцию с ГИС и ПД хорошо развивается пилотный проект мультимодальность это еще один тренд такой же как и для пассажиров здесь активно развивается RGD-маркет это marketplace который мы открыли в прошлом году и уже более 2000 компаний и клиентов на нем зарегистрированы электронная торговая площадка очень хорошо развивается за 11 месяцев этого года было перевезено на четверть больше товаров грузов в Китай и из Китая насчитывает больше чем в прошлом году операторы электронных поставок проект очень интересный который мы сделали совместно с Санкт-Петербургской товарно-сервированной биржей и уже все участники сектора нефтегазового подключены к нашему сервису и сейчас лес и уголь также будут вести свои грузы через российские железные дороги технологический суверенитет да здесь спросили по поводу технологического опережения против импортозамещения вот здесь принципиальный момент поскольку два проекта о которых Мудрия Баканов говорил это экспресс нового поколения и трамп система и трамп они мы делали сравнение с отрубежными аналогами не имеют аналогов в мире по функциональности для нас принципиально важный момент то же самое что система управления международной термины иргии которую мы делаем с партнерами из 1С и с коллегами с Росатом и Газпромнефтью также для нас принципиально важный момент что с точки зрения функциональности а у нас он сложнейший то есть бизнес процессы РЖД они очень-очень сложные и они годами дотащились да что решение которое мы заложим в ирп нового поколения оно будет также на почве очень-очень высокому ну если если корон готов что что было дело спасибо большое за вопрос если вы не против я обязательно не отвечу я сначала хотела бы задать вопрос зала скажите предприните постройки кто знает как именно связаны Росатом и транспортная отрасль кто это знает вот я вижу что в зале было поднято не очень много поэтому буквально 10 секунд потрачу во-первых Росатом является владельцем единственного в мире атомного ледоколика флота который обеспечивает проводку по северному морскому пути круглогодичное во-вторых мы являемся также оператором северного морского пути и отвечаем за грузопоток а это северный морской путь это кратчайший путь на самом деле из Европы в Азию и задача сделать северный морской путь реальной альтернативой советскому каналу кроме того недавно мы заключили стратегическое соглашение с компанией Феско мы вступили в стратегическое сотрудничество поэтому теперь в числе наших направлений бизнеса есть также логистика так вот для всех этих направлений цифровизация является действительно ее трудно переоценить и является крайне значимым фактором и если теперь отвечает уже на вопрос действительно подход стал ключевым элементом нашей цифровой стратегии почему атомная отрасль всегда до февраля 22-го года до 14-го года не просто занималась замещением а скловывалась на собственных разработках потому что это определенная специфика бизнеса особенно конечно это касается не только разъемного комплекса но и атомная энергетика и гражданский сектор также фокусировался на на то чтобы разрабатывать свои собственные решения максимально широко насколько это было скажем так экономически целесообразно поэтому сейчас когда встала задача наделения российских разработок мы поняли что у нас есть огромное количество собственных разработок они конечно сделаны были сами для себя что отличается от того когда компания делает эти компании делает продукт для всего рынка поэтому один из огромных вызовов которые стоят перед нами это именно продуктизировать разработки которые есть которых очень много просто потому что когда стоит задача разработать много всего что уж точно не надо делать не надо так не надо рыть параллельные тоннели и организовывать уже имеющиеся разработки параллельным образом а надо масштабировать то что сделано в одном месте на другие предприятия предприятия у нас 400 поэтому решать задачу собственной цифровизации проектным методом внедряя в каждом предприятие отдельно прямо скажем не очень эффективно поэтому мы перешли к к задачи продактивации наших разработок многие не верили как по этому поводу начинают на кого вы смотрите все-таки некоторые продукты уже по некоторым продуктам результаты беспортные они в основном в области математического моделирования но также кстати возвращаясь к очистке от снега например например Гульманская область управляет парком снегоуборочных автомобилей с помощью наших решений уного города то есть это прямо и в борьбе со снегопадами и заносами цифровые решения также могут помогать и последнее что хочу сказать конечно к теме импорта опережения конечно надо уделять большое внимание тем технологиям которые не только тем технологиям которые есть сейчас но те которые будут завтра и послезавтра и значимость этого была подчеркнута президентом страны поручившим провести форум будущей технологии этим летом с организаторами этого форума он был посвящен квантовым технологиям сейчас в феврале состоится уже второй форум будущей технологии то есть в течение 12 месяцев два раза будут проходить этот форум который опять-таки с частью президента страны который будет посвящен тому как именно технологии после завтрашнего дня могут быть привнесены к жизни сегодняшнюю и это же на самом деле очень непросто то есть нам действительно приблизить это будущее можно только если мы все и как разработчики и как потребители и как внедренцы будем задаваться этим вопросом и учиться этими новыми технологиями пользования зачастую они прямо совсем другие и требуют ну оттуда с вами умение быстро учиться меняться и это то на что мы сейчас что мы стараемся делать сами и что нам кажется нам иметь смысл делать все вместе добрый день уважаемые гости большое спасибо полина за подвозку действительно аэрофлот и группа компания аэрофлота это Россия победа и сам аэрофлот летает и бронируется на российской степи бронирования гонарда мы мигрировали как вы знаете я не буду дальше рассказывать леонарда министра достаточно хорошо и тему раскрыть и лишь добавлю красок и так вот разработчики Ростеха на текущую дату выполнить 740 на работах системы леонарда по заказу аэрофлоту из них 250 украинских итичных для наших процессов наверное те кто летает аэрофлотом группа компаний аэрофлот вы видели как начиная с марта месяца те сервисы которые мы возможно затеряли при миграции у нас начинали оживать на текущий мы по данным моментом фактически восстановили тот урон сервис который был следующий наверное платформный проект который непосредственно завязан на пассажиров является проект сбер так называемый высоконакруженная платформа сенат простым языком что и такое это платформа на которой заведено достаточно большое количество отчетных по пассажирам из производственных систем финансовых и так далее когда вы приходите в аэропорте вы получаете смс о том что на день 5 возможность посадки на рейс в Москву это делает высоконакруженная вот эта платформа германа если допустим рейс задерживается повиняя компанию такое тоже бывает вы получаете фактически при удахе начисление миф со стороны аэроплод это тоже делали платформу сбербанка платформа платформа сбербанка вместе с интервью у нас реализована она называется сонная система обработки данных фактически за 12 месяцев сдаем ее продакцию буквально следующей неделе наверное значимым в этом году явилось то что мы инфлайн интердейн системы разлучения на борту полностью подсозначили с того что мы используем российских даже воздушных судах на наш российский аналог полностью разработан нашим российским разработчикам сервера программа полностью российской федерации контент также наш полностью российский мы полностью за этот год то что я говорю это реально уже сонок продакшен импорт занестили приложение для летчиков которые у нас используют навигационные карты и систему электронной отчетности и систему которой пользуются наши так называемые приюта который позволяет узнавать лицо каждого пассажира который приходит на свое место за счет данных которые у нас имеются еще на обращение профиля по бортпроводению видишь что мы слить 2а сидит который каждый раз заходя на борт являясь платиновым пассажиром заказывает томатный сок может проводить и дожидаясь когда что-то попросят просто предлагает нашим пассажирам значит что еще значимо наверное значимо что поздравляет пускали консистенция у нас как я сказал проектом первые для нас про него много сказок второе сервисное пассажиром про которые также говорили уважаемые министры что такое территориальная сеть между предприятиями предприятиями отрасли это аэропорты это авиакомпании которые подлинные запасы питания я обычно когда привожу пример кому-то я говорю о том что все знают это система которая пользуется банки между собой это полиет антарсана история защищенная сеть полностью демника зона между предприятиями отрасли текущей момент продакшен 56 аэропортов включено за 9 месяцев 9 авиакомпаний также к системе включена система леонардо и никаких внешних влияниях и сведения мы говорим об интернете еще о чем-то там у нас фактически быть не может наверное что значимо для нас в следующем году я быстро сейчас для аэрохода крайне важно управлять свои доходы неверно крайне важно формировать стоимость билетов значит тот момент когда мы ликвировали с американского продукта на нашей российской это стал вопрос необходимо разработать стиль управления доходами значит мы планируем совместно с Роскетом это та же Леонардо извините но это Леонардо которая будет работать в режиме реального времени с тем модулем который будет фактически будет написан на основе матмоделей которые для нас создает финансовый университет и в этом все будут участвовать искусственный интеллект что это позволит делать это позволит планировать всю маршрутную сеть группа компаний аэрофлот при этом совершенно разные критерии куда свежутся коммерческие финансовые загрузка и так далее значит вот это проект знаковым планирован концу 24 года его со всем уважаемым структурами которые говорим завершить не наверное знаково то что мы планируем слияние с тем лояльности компании победы на которой вылетаете с аэрофлот бонусом который вы знаете полностью концу первого портала следующего года мы завершим слияние и с одним из интеграторов доведимся на непротозамещение всей системы лояльности это порядок 28 информационных систем указанных вроде уведомлений о том что ваш багаж погружен на борт и тому подобное я могу сказать что у нас идет большой пилотный проект компания россия которая входит в нашу группу а система со сберов которая у нас фактически существует мы ждем результатов первого портала все еще власти и плане это все перенести этот пилот про лояльность я сказал в следующем году я не знаю что осталось добавить наверное в начале первого квартала планируем полностью завершить моделирование нового ПВА приложения и мобильного приложения и к середине следующего года я думаю что у нас окажется полностью переработан дизайн функционалом и прочее приложение ПВА и контрольдов для получения ура спасибо большое субтитры такие аппаратно-чиновничьи подходы используемые цифровизации мы начали создать службу трансформации и вот сейчас побывав на этом форуме думаю может быть переименовать его в службу цифровой транспортации если вы такое имя разрешите использовать это наверное придало нам новый импульс действительно технологии которые уже прозвучали в той или иной степени мы внедряем и очень рады что министерство транспорта лидирует в этой сфере создана правовая основа для внедрения электронного путевого листа это главный переводочный документ сегодня мы выпускаем 7500 путевых листов там это миллион это тонна бумаги месяц 14 метров делается разными службами там расход топлива и нормы часы и время работы на линии то есть там действительно и вот медицина то есть там все и про водителя и про автобусы и про режим работы конечно здорово что теперь это все в цифре все это на федеральной надежной защищенной платформе все это одновременно мы сгенерировали QR-код его видят налоговый его видят транснадзор ГИБДД и конечно в бухгалтерию это все автоматически попадает это действительно очень удобная такая система которая позволит опрозрачить все бизнес-процессы нам выпала честь вот с миссией трансферами такой путеволист сгенерировать и мы уже вот в одной из площадок полностью ушли от бумаги и рассчитываем в следующем году все площадки перевести на безбумажные электронные путевые листы хотел кулаберда ответить основателя 1С у нас похвалило что мы в Северо-Востоке начали внедрять электронные путевые листы мы очень ценим систему 1С она у нас как бухгалтерская программа давно используется но сейчас мы занимаемся переходом сапа на 1С это средняя передовая система которая позволит нам все наши бизнес-процессы агентизировать и повысить эффективность безусловно ключевое направление нашего развития в островских перевозок это электробус у нас самое большое количество в Европе сегодня уже больше 1300 машин мы привезли 400 миллионов пассажиров электробусами и конечно электробусы просто просится автоматизация контролировать степень заряда компьютер лучше знает до какой степени зарядиться чтобы хватило на рейс с учетом погоды пропаг чтобы не перезаряжать батарею вы как владеете знаете что надо правильно это делать чтобы батарея точно служила вот эти все вещи по повышению эффективности они очень хорошо ложатся на цифровизацию мы это безусловно делаем конечно очень важно состояние водителя пока мы еще на беспилот полный не перешли у нас есть система антисон которая на выставке была позволяет очень серьезно повысить безопасность у нас водители фактически не засыпают на руки за рулем на лишние признаки утомления система реагирует и оповещает мы уже используем другие стены не раком с браслетами которые еще более точно учитывают состояние водителя предрейсовый контроль полностью автоматизирован хорошо что наконец появился закон о телемедицине сегодня мы видим хорошую связку минцифры и минтранс хорошо что контакт есть потому что очень много решений на стыке состояния здоровья и цифровизации которые тоже позволяют выход на линии ускорить и безопасность повысить и время завершения хотел сказать про сервис по пути для пассажиров основной тренд нашего дальнейшего развития персонализация поезда чтобы более полнотворять каждого пассажира вот не знаю лето наверное в городском транспорте не скоро будем выдавать с томатным соком но подсчитывать правильный тариф остановку подбирать пассажира как на сервисе по пути это делается с помощью мобильного приложения подавать автобус на эти его ждут это уже действует и мы дальше будем развивать это все российское ПО которое в основе всей нашей работы уже очень довольны что наши аналоги они совершенно не хуже и партнер даже превосходить спасибо спасибо привет ну у меня были какие-то мысли на эту тему но Максут Игоревич рассказал про битву роботов и теперь все мои мысли про то как туда попасть и посмотреть поэтому я попытаюсь что-то вспомнить смотрите мне кажется что взрывной рост было обусловлено тем что это очень долго как раньше работала логистика или мелкая логистика в данном случае что-то заказываешь в интернете или по телефону и ждешь днями в худшем случае многими часами и мы просто изменили этот паттерн за счет тоже цифровой трансформации технологий что-то заказываешь и это приезжает в себе обещание полчаса часа и так далее и когда мы дали и бизнесу и пользователям возможность это делать мы очень выросли что касается последних двух лет что мы делали помимо экспресс-доставки мелких грузов есть две вещи наверное первое это доставка между городами мы запустили то что делает уже много кто на рынке но как мне кажется чуть более понятно прозрачно управляемо теперь каждый пользователь может открыть переважение английского которое стоит десятком миллионов пользователей увидеть на каждом городе пункты выдачи заказов пункты отправки заказов сдать там посылку посылка едет по всей стране и ты прям при уважении видишь как она едет по всей стране вот но особая гордость наверное моя в том что мы все это время еще занимались наверное среднего размера логистикой если что-то размерами это легкий коммерческий транспорт от каблучков на 0,5 тонн до грузовых машин до 3 тонн мы сделали как мне кажется эту отрасль ранее очень сложную и невидимую для потребителя очень простой а теперь каждый бизнес в России или каждый пользователь может открыть либо личный кабинет либо ядерсквор и другие интерфейсы и заказать бюджовичок который приезжает так же быстро и так же удобно как если бы ты заказывал готовую еду или если бы ты взывал машину наибольший рост в этом году мы видим в этом секторе потому что изначально мне кажется потребительские сценарии в нем были усложнены ты заказывал по телефону машину непонятно когда она приедет непонятно какого она будет теперь же мне кажется там есть эволюционный скачок будет удобств и не понимание что к тебе приедет вот наши планы на следующий год я думаю что они лежат в двух классностях первое есть экспресс доставка и мы бы хотели сделать ее более доступной для пользователей не секрет что в стране есть удорожание стоимости рабочей силы у нас самая низкая безработица за все время наблюдения в России у этого есть побочный эффект в виде роста заработной платы и мы бы хотели нашими технологиями и цифровизацией сдержать инфляционный рост стоимости услуг потому что если услуга дорогая то им хочется мало клиентов и мало людей вот в части грузового сектора мы поняли что можем сделать возможно то что не делал ни один аббегатор или ни один игрок на рынке мы поняли что у нас уже есть большой бизнес по экспресс перевозке больших грузов для нас большие грузы это собственно газели и нас чуть поменьше в то же время с нами партнерится около десяти тысяч транспортных компаний и партнеров которые помогают нам строить бизнес и мы поняли что есть другая часть грузовой логистики это про доставку постоянных паршрутов постоянным грузом с клиентами у которых есть стабильный товаропоток но эти же транспортные компании испытывают большие проблемы в том чтобы гарантировать себе высокую утилизацию потому что есть клиент у каждого клиента есть свой профиль загрузки вот и мы сейчас объединили два этих направления теперь наши партнеры транспортные компании которые доверяют нам грузовой автомобиль могут рассчитывать на гарантированную ежедневную утилизацию машин что как мне кажется решает вопрос с тем что транспортная компания переживает за утилизацию и мы сделали так в итоге что доверяя нам или делая с нами бизнес грузовой логистики внутри города и внутри области теперь мы гарантируем доход на эту машину за каждый день и ее супер высокую утилизацию поэтому планы следующего года это трансформация рынка легкого коммерческого транспорта внутригородской и внутриобластной перевозки и для пользы с доставкой в начале сессии заказала а сейчас сижу и я спасибо скажите пожалуйста как вы оцениваете перспективы использование роботов-доставщиков это больше игрушка и пиар или реальный бизнес-инструмент мы видели недавно красивые видео в соцсетях где упряжка роботов-доставщиков наряженных в образе рождественских оленей что-то такое везла по улицам заснеженной Москвы красиво но насколько практично мне кажется есть два тренда тренд номер один это дорожание рабочей силы старость рабочей силы мы в этом году уже потратили дополнительно 5 миллиардов рублей на футбол и курьером и водителем для того чтобы продолжать наш рост второй тренд это внедрение роботов и как мне кажется здесь не будет какого-то одного дня или фазы перехода когда мы очнемся и все роботы будут делать для нас роботу вот я думаю что будет постепенно внедрение нескольких сценариев сценарий номер один это самый понятный вот это мелкие роверы которые уже пытаются по городу и их будет становиться все больше и больше а сценарий номер два незаметно уже происходящий это автоматизация спортовой логистики там уже давно есть роботы мы их просто не видим вот поэтому давайте посмотрим на следующий год я думаю что мы станем сильно чаще замечать вот этих маленьких милых роботов которые разводят готовые идуковые питания и прочее спасибо большое спасибо спасибо большое спасибо давайте расскажу лайфхак время не стартовало у меня 4 минуты спасибо смотрите нам через пару лет будет 145 лет кто-то может сказать 145 лет цифровизация как-то не очень даже очень мы действительно цифровые мы в цифре мы стартовали большую трансформацию сейчас будем уже наверное в трансформацию делать около трех лет назад те решения которые сегодня уже работают реализованы в рамках этой стратегии но это не то где мы хотели постановиться действительно хотим и готовы делиться решениями с рынком как я уже неоднократно говорил можно расширить сферу деятельности нежели чем перетягивать одеяло с одной стороны на другую потому что перспективы огромные давайте просто вместе расширять и географически и продуктово что мы сделали мы естественно сделали так чтобы импорт замещения не ударило нас очень сильно сзади не секрет уважаемые коллеги подходили сегодня к нашему стенду подходите очень будем рады показать что у нас есть не только видеоролик но и действительно в режиме онлайн подвигать мышкой или пальчиком голосом Тамара у нас слава богу нет мы за безопасность тамара не без газа тамара не обижайся привезу тебя Олег смотрите помимо импортозамещения действительно 1С мы очень любим ценим безусловно это помощь и мы сейчас не отвлекаемся на миграцию там сапу и других решений мы фокусируемся на вещах которые действительно могут расшить ограничения которые у нас есть ограничения которые есть в нашем порту с точки зрения формы он сильно отличается от портов Китая и остальных которые действительно такие прямоугольные там все вокруг есть у нас он интересный форум если кому-то будет так интересно покажем на стенде если еще более интересно приезжайте в порту покажем есть ограничения как их решать их можно решать с помощью процессов с помощью систем с помощью людей с помощью партнеров по всем этим направлениям мы сейчас активно работаем и спасибо что коллеги посетили нас во время вэфа и увидели что мы не на уровне презентации обиделся ну ладно тамара безалек вот стерео 11 по-моему то есть мы не не про то чтобы хвалить себя приходите послушайте посмотрите потрогайте мы действительно готовы делить и это решение связанное как с базовыми вещами это вещи связанные с бэхофисом так и продуктовые вещи это личный кабинет через который клиент может оформить любую свою заявку это цифровой двойник порта который позволяет в режиме реального времени расслеживать где находится тот или иной актив тот или иной контейнер это интерактивная карта позволяющая видеть где наш флот и куда едет тот или иной автомобиль ну и конечно же это умный безопасный порт там действительно безопасно все время на цене время спасибо большое в целом отрасль транспорта и логистики демонстрирует высокий темп цифровизации применяют новые бизнес модели это и форменные агрегаторы и цифровые каналы взаимодействия с потребителем цифровая очередь уже сказали также ингредиционные пломбы разрабатываются цифровые транспортные сервисы с применением технологии биометрии в плане будущего есть конечно недоработки есть над чем работать процесс процесс цифровизации в регионах неравномерен большой разрыв развития цифровой трансформации крупных компаний и новичков в этой отрасли наблюдается дефицит цифровых кадров транспортной отрасли не все транспортные компании охотно вкладываются в образование своих цифровых карт что касается задачи стратегических задач я бы выделил цифровизация пассажирских и грузовых перевозок цифровизация транспортной инфраструктуры и транспортных средств важное важное направление это обеспечение безопасности объекта критической информационной инфраструктуры транспортной отрасли если говорить про приоритетные задачи в законодательстве выделил номер 3 законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах законодательство в этой области должно быть четко выстроено именно с точки зрения производственного процесса и процесса эксплуатации создание единой платформы в области беспилотных авиационных систем здесь потребуется создание соответствующей нормативной базы в рамках развития проекта зеленый коридор пассажиры сегодня как раз Евгений уже говорил требуется законодательная проработка создания единого окна где будет вся база данных доступных льгот как федерального уровня так и регионального а что касается перспективы у нас большое количество законопроектов которые обсуждаются на площадке Совета Федерации мы очень трудно работаем и с министерством транспорта и с министерством цифрового развития и вот в этом в этой команде я уверен что мы будем успевать за все технологии которые на сегодняшний день наш бизнес государство придумывает и поблагодарить спасибо спасибо ну и мой последний вопрос к Сергею Благодаренко сегодня я знаю что подводите итоги отчета по искусственному интеллекту в области транспорта можете поделиться с нами основными результатами этого отчета да Полин большое спасибо во-первых за форум помню как в конце августа по-моему париж дыма дней проходила у нас по транспортологистике как раз таки в музее железных дорог в Санкт-Петербурге было очень крутое мероприятие там обсуждали импортозамещение а здесь сегодня обсуждаем вообще вопрос супровизации транспортной отрасли и нам есть что сказать потому что у нас в нашем таком букете исследований внедрения искусственного интеллекта в разные отрасли вот сейчас оказалось одно из наиболее интересных и перспективных исследований которые как раз сейчас финализируем это искусственный интеллект и кейсы внедрения искусственного интеллекта транспортной логистики для понимания зачем мы это делаем ваше экономика мы сформулировали для себя вместе с бизнесом учредителем государства такую концепцию и она кстати очень сильно резонирует с тем что мы здесь обсуждали сейчас от технологического суверенитета перемещаться куда-то в будущее и поговорить о технологическом лидерстве и нащупывать те самые места где в России есть перспективы для технологического лидерства так вот оказывается что внедрение искусственного интеллекта в разных отраслях разных по-разному может такое технологическое лидерство нам подсказывать давать где-то мы можем что-то усилить транспортной логистики одна из таких отраслей во-первых это социальная история а во-вторых мы нащупали в исследовании тот самый мультипликативный эффект на экономику всю которую логистика позволяет доказать потому что стоимость доставки она зашита в себестоимость товара которая появляется на полках или в других форматах поэтому цифровизация здесь даст очень серьезный эффект с другой стороны мы увидели что отрасль транспортной логистики где-то посерединке пока по степени цифровизации опять же по нашей предварительной информации если говорить про те темпы которыми она растет то четвертое место среди 12 отраслей по собственному уровню публичной цифровой зрелости есть такой параметр но при этом практически в лидерах занимает третье место по количеству успешно внедренных кейсов искусственного интеллекта в этих отраслях уступает только ритейлу и электроэнергетике это хороший показатель что в общем в мире и в России по деньгам в этой связи видим что объем глобального рынка транспорта и логистики около 8 триллионов долларов в 2023 году будет почти 10 триллионов долларов но при этом очень такой маленький сегмент занимает рынок искусственного интеллекта в транспорте логистики вот в 2022 году это было всего 360 миллионов долларов но при этом есть прогнозы что темпы роста будут 30-40% в год и до 30-го года рынок искусственного интеллекта в логистике составит 4,5 миллиарда долларов во всем мире но в России уже сказал то есть посерединке с большими перспективами и темпами что собственно в нашем исследовании рассматривается мы любим цифры и они там есть мы любим кейсы и вообще все исследование это такой большой кейс-бук в котором собраны те решения которые кто-то кому-то заказал мы берем определенный цикл бизнесовый или технологический или управленческий и говорим какая проблема была решена сколько стоило денег кто заказчик кто исполнитель к какому эффекту управленческому социальному экономическому привело внедрение этой технологии и показываем много десятки таких кейсов а еще говорим про тренды а еще мы даем по итогам этого исследования общие отраслевые рекомендации а еще перекидываем мостик на другие отрасли потому что точно так же мы поступили со здравоохранением промышленностью умными городами и кстати ровно в этом зале проходил Москва урбан форум его часть и мы как раз таки говорили про умные города и там вопрос транспорт логистики был одним из ключевых где прочитать где что где прочитать прочитать можно будет только в январе потому что сейчас мы тут собираем все эти цифры но тренды и все связанные с этими выводы мы опубликуем прямо сегодня вот сразу после моего выступления все то что я не буду сейчас договаривать там очень интересные истории какие есть тренды по безбелочию какие есть тренды по внедрению генеративных неровных сетей все там где где читать на сайте оно проэкономика